Бокер Тов, доброе утро! Начинаем наш второй урок в понедельной главе Торы Мишпатим. Вчера мы разобрали, как попадает еврей в рабство. Теперь Тора приходит к следующей заповеди. Человек разоряется, у него уже ничего не остается, последняя рубаха, и он вынужден что-то для этого предпринять. И Тора пишет, что он имеет право продать свою младшую дочь в рабство. Девочка попадает в рабство, она будет прислуживать в доме человека, который ее купил и в поле. Но когда у нее появляется призраке половой зрелости, она становится свободной. Единственный случай, если хозяин то ее купил, предназначил ее себе в жены. Он должен обновить ее своей невестой, и когда она подрастет, он женится. Или другой случай, что он хочет своего сына на ней женить. Вот так. Вот это у нас единственные два варианта, при котором девочка может остаться дальше, жить в доме этого хозяина. Если он в конечном итоге женится на ней, хозяин или его сын, то она будет полноценной женой. По закону, как с дочерью Израиля должен он поступать. Он не может ее лишать одежды, пищи и супружеской близости. То есть все, что положено человеку, он должен выполнить. Если он одно из этих трех условий не выполнит, то девочка свободна. Законы о такой девочке непростые. Он не может ее перепродать, или обменять, или что угодно. В общем, он ничего не может. Он может только вернуть ее домой, к ее отцу, в ее семью. Вот такие вот интересные условия. У нас возникают вопросы после этих двух глав. Попробуем вспомнить. Вспомните. Кому прокалывают ухо? Рабу еврейскому, рабу нееврейскому, девочке, еврейской рабыне, нееврейской рабыне. Кому суд может приказать проколоть ухо? Пишите, пожалуйста, мне сюда в личку. Будем разбираться. Так, теперь дальше. Человек ударил другого человека. И он умер. Умышленно убил. За это он был предан смерти. Это суд решает. Если он действительно убил умышленно. Даже кого бы ни было. Раба еврейского, нееврейского, просто человека. Смерть в любом случае. Но если человек не злоумышлял, а по воле всесильного произошло с ним такое, то вместо которое укажу тебе, пусть бежит он. Так Тора пишет. И у нас есть 48 городов. Города левитов. Шесть из них так и называются. Города убежища. Три города находятся на одной стороне Иордана. Три города находятся на другой стороне Иордана. И 42 города левитских. Кроме шести городов убежища. То есть человек, если убил другого по ошибке, он бежит в предназначенное место. Как только он добежал в город убежища, его уже не тронут. Кровомститель, если на него гонится, он уже не может его убить. Если он его убьет, сам будет убийцей. До решения суда ничего с ним не произойдет. Если же он бежит просто в левитский город, то тогда защита наступает так, когда он забежал в суд и сказал, что он убил человека по ошибке. Когда он это сказал, как бы зарегистрировался, тогда до суда его никто не может тронуть. И кровомститель, если забежит в этом городе и его убьет уже после того, как он зарегистрировался, то кровомститель будет виноват, сам будет убийцей. То есть об этом мы будем говорить дальше. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Пишите, пожалуйста. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать другие видео. Выходят видео каждый день. Сегодня будет еще одно видео. Мы будем разбирать весь урок полностью в нашей группе в скайпе. Полностью главу читаем мы в понедельник и четверг. Кто хочет, пожалуйста, пишите. Будем подключать. Так. Урок был за поднятие души моего папы Яков бен Нахум. За моего дядя Владир бен Григорий. Лев бен Шмуэль. В памяти Ури бен Харитон. Моша бен Раи. Ида Брохова Цара. Двойра Бат Мира. Ирина Бат Двойра. И за хороший шедух. Гарона Ребен Двойра. И Денис бен Нахум. Всего им хорошего. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова